Добрый день, уважаемые друзья. Продолжаем заседание Думы Угольского муниципального района. Вторая часть заседания у нас отчет главы Угольского муниципального района о его работе и работе администрации за 2018 год. Уважаемые коллеги, предлагаю вашему вниманию следующий регламент. Он утвержден на заседании Думы и поэтому мы его будем придерживаться. Сейчас в начале отчета будет показан небольшой отчетный фильм, порядка 10-15 минут. Далее отчет главы Угольского муниципального района до 40 минут. И далее ответы на вопросы, поступившие в письменном виде и возможно какие-то вопросы будут из зала в течение 30 минут. Переходим непосредственно к отчетному фильму и далее я предоставлю слово Анатоле Геннадьевичу. Пожалуйста, фильм. Под лежачий камень вода не течет. Можно без конца рассуждать о кризисе и финансовых трудностях. А можно ставить задачи и искать пути их решения. Угольский муниципальный район работает по второму варианту. В итоге в 2018 году администрации района удалось приступить к реализации ранее задуманных проектов, решить целый ряд жизненно важных задач. Это стало возможным благодаря участию угличан в общественно значимых процессах, взаимодействию районной и областной власти, средствам, привлеченным из областного и федерального бюджетов. Поистине историческим событием 2018 года стало вступление углича в Золотое кольцо России. 7 марта 2018 года в Ярославском государственном музее состоялась торжественная церемония, где угличу в лице главы района Анатолия Курицына вручили свидетельство участника национального проекта «Золотое кольцо». Это была заслуженная победа, которой способствовали не только замечательная история нашего города, но и прежде всего большая работа администрации района по развитию туристического потенциала. С хождением в Золотое кольцо мы связываем планы по увеличению туристического потока, который должен положительно повлиять на нашу местную экономику. Но поскольку гости едут туда, где хорошо хозяевам, мы надеемся, что прямая причастность к национальному проекту будет способствовать улучшению нашей жизни, развитию города и района и в экономике, и в инфраструктуре, и в социальной сфере. Но мы не только надеемся, но и действуем с участием местного сообщества, инвесторов правительства области. В феврале 2018 года агрохолдинг «Агриволга» открыл откормочную площадку в районе деревни Ново-Ильинского сельского поселения с планами удвоить производство мясной продукции. Объект посетили заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов и глава района Анатолий Курицын. «Агриволга» – один из лидеров по производству органической сельхозпродукции в России, находит поддержку на уровне района и области. В стратегии развития региона органическое сельхозпроизводство определено как одно из приоритетных. Еще один проект «Агриволги» – реконструкция углического сыродельного завода. При участии губернатора и правительства области в Угличе удалось сохранить единственный кинотеатр. Во время визита Дмитрия Миронова в наш район в январе 2018 года Угличане обратились к главе региона с вопросом о том, что город может лишиться кинотеатра, поскольку владелец принял решение о продаже объекта. В распоряжении губернатора правительство области оказало финансовую поддержку администрации района, и кинотеатр был выкуплен в муниципальную собственность. К настоящему времени Дом кино вышел на самоокупаемость и успешно работает. В начале 2018 года угличане активно включились в голосование по определению общественно значимого объекта, который нужно реконструировать или построить в рамках губернаторского проекта по обустройству комфортной городской среды «Решаем вместе». Голосовали в общественных местах, в учреждениях, на предприятиях. Для итогового голосования, которое прошло в день выборов президента 18 марта, определились 8 объектов. Из них выбрали 5. В числе пяти лидировал проект многофункциональной спортивной площадки на улице Северной. К концу октября он был успешно реализован. Площадка, по сути, представляет собой мини-стадион, сформированный согласно пожеланиям жителей Северного района, студентов и школьников. Эти пожелания собрала и объединила инициативная группа из депутатов районной думы, городского муниципального совета и общественников. Их активно поддержали администрации района и города. Софинансирование со стороны городского бюджета составило 45% от стоимости проекта, вместо 5%, как это требовалось по условиям программы. Жители, школьники и студенты приняли трудовое участие, наводили порядок на территории после завершения строительства. Площадка стала спортивным центром для всего Северного района, а это 10 тысяч человек. В этом году на очереди благоустройство дорожки через Сосновый бор в микрорайоне Солнечный. Она заняла второе место по итогам голосования. В рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды решаем вместе, в 2018 году в Угличе были благоустроены 6 дворов. Это территории дома номер 15А по улице Свободы, дома номер 56 по улице Академика Опарина, дома номер 20 в микрорайоне Цветочный, домов номер 3 и 4 в микрорайоне Солнечный, дома номер 46Б по улице Нариманово, домов номер 10, 8 и 6 по улице Старостино. Некоторые из них из-за отсутствия должной планировки постоянно затапливало. Поэтому, прежде чем приступить к основным работам, строители демонтировали плиты и делали системы водоотведения. Во всех дворах осуществлялся стандартный для программы набор работ, который варьировался в зависимости от пожеланий жителей. Это ремонт или укладка нового асфальтового покрытия с расширением проезжей части, установка бордюров, ограждений, малых архитектурных форм, детских площадок, лавочек, курн, обустройство автомобильных стоянок. В Парке Победы в рамках программы обустроена экологическая зона. Вдоль каменного ручья проложена прогулочная дорожка из лиственницы, установлены скамейки. В целом, угличане поверили в губернаторскую программу «Решаем вместе» и с каждым годом все более активно в ней участвуют. Взаимодействие населения с местной властью способствовало и ощутимым переменам в жизни левобережной части Углича. За два последних года там сняты несколько самых острых социальных вопросов. Возобновлена работа бани, проведен интернет. В поселке Сельхозтехники в рамках программы «Решаем вместе» обустроена детская площадка. Открыт сетевой магазин «Пятерочка». Построена современная врачебная амбулатория, которая обслуживает не только жителей левобережной части города, но и блеск лежащих деревень. Это модульное быстровозводимое здание. В нем два врачебных кабинета, процедурное, перевязочное, хозяйственные помещения и удобные места для ожидания. Новая врачебная амбулатория была построена в течение 2018 года на средства из резервного фонда президента Российской Федерации Владимира Путина. Во второй половине 2018 года был введен в эксплуатацию второй детский сад в микрорайоне «Мирный-2» «Мозаика». Это самое современное детское дошкольное учреждение в Угличе. В нем много новинок, которые у нас в районе внедрены впервые. Светлые просторные группы, удобные подсобные помещения с современным оборудованием, грузопассажирские лифты. В спортивном зале пол застелен линолеумом, который гасит ударные нагрузки, чтобы на нем было удобно прыгать. Входные двери и двери в группы противопожарные. Оборудован пандус с кнопкой вызова. Есть кабинеты психолога и логопеда, помещения для дополнительного образования. В «Мозаике» планируется открытие групп, компенсирующей оздоровительные направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и аллергическими заболеваниями. Новый детский сад сможет принимать до 270 детей. С его вводом в Угличе полностью закрывается очередь в детские дошкольные учреждения для детей с трех лет. В микрорайоне «Мирный-2» строится еще один долгожданный для Углича объект – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Строительство начато в феврале 2018 года. Оно стало возможным благодаря соглашению между правительством Ярославской области в лице губернатора Дмитрия Юрьевича Миронова и ПАО «Газпром». Проект реализуется в рамках программы «Газпром-дети». В настоящее время объект находится на стадии отделочных работ. Сдача в эксплуатацию планируется в этом году. Общая площадь ФОКа – 2400 квадратных метров. В нем два бассейна для взрослых и детей. Размером, соответственно, 25 на 13,3 метра и 10 на 6 метров. Зал для подготовительных занятий – тренажерный зал. ФОК рассчитан на прием до 68 человек в смену. Он будет открыт для всех желающих, а у городских и сельских школьников Углического района в расписании наконец-то появятся уроки плавания. В 2018 году был проведен ряд значительных преобразований в социальной сфере района. Это удалось сделать благодаря средствам гранта, полученного Углическим районом, за победу в областном рейтинге 76 по итогам 2017 года. Чтобы максимально решить задачи, вышедшие на первый план в 2018 году, к 20 миллионам гранта добавили 10 миллионов, выделяемые депутатам областной думы. Привлекли финансирование, идущее в рамках губернаторской программы «Создание комфортной городской среды. Решаем вместе» ведомственной целевой программы Департамента культуры Ярославской области, средства районного бюджета, деньги, вложенные в учреждения образования, культуры, в газификацию. Юные художники получили в подарок обновленные здания художественной школы на улице Никонова, 21. Углическая детская художественная школа, основанная в 1976 году, за свою историю сменила 4 адреса. Ее последнее местонахождение – старое здание на территории Богоявленского монастыря, и оно не отвечало всем запросам учреждения. Теперь же художественная школа по праву является лучшей в Ярославской области. У нее благоустроенные территории, а внутри здания – светлые и просторные помещения. Кроме учебных классов, есть комната ожидания для родителей, выставочный зал. На новом месте школа расширяет свои возможности. В учебную программу введены дополнительные дисциплины, увеличивается число учеников. На средства гранта были решены актуальные проблемы образовательных учреждений. Самые большие преобразования провели в школе номер 7. Они связаны с изменением назначения учебных помещений. Это было сделано для того, чтобы сохранить обучение детей в одну смену и не переходить на вторую. Для седьмой школы это актуальное решение, поскольку число ее учеников в последнее время увеличивается. В результате ремонта более комфортные условия обрели библиотека, один из начальных классов, кабинет технологии, учительская, лыжная база. Всего в учреждении отремонтировали 8 учебных кабинетов, а также центральный холм, малый спортивный зал, заменили часть оконных блоков, усилили систему видеонаблюдения. В Зазерской школе Ильинского сельского поселения провели серьезную реконструкцию помещения первого этажа и перевели туда из старого здания дошкольные группы. Прежде они располагались в старом деревянном здании, которому уже 200 лет, и оно не отвечало требованиям, которые предъявляются к детскому учреждению. Теперь живут дошколят, комфортная светлая игровая комната и уютная спальня с современными окнами и утепленными специальным материалом полами. В дошкольном отделении сделали свои новые системы отопления, канализации и водопровода. В Головинской школе одноименного сельского поселения обустроили современный пищеблок. Прежде для этих целей использовалось старое колхозное здание с оборудованием 60-х годов. Чтобы пообедать, ребятам приходилось одеваться и идти на другую сторону улицы. Сейчас пищеблок находится в здании школы. Для его обустройства в помещении была проведена полная реконструкция, закуплено новое оборудование. Благодаря гранту жители поселка Сосново и Леменского сельского поселения обрели обновленный клуб. Приспособленное здание, в котором когда-то располагалась столовая ПМК-16, в результате капитального ремонта стало современным, уютным и функциональным культурным центром Соснового и близ лежащих деревень. Средства гранта помогли реконструировать и сохранить здание старинного купеческого особняка в селе Зоозерье и Леменского сельского поселения. Теперь в нем располагается центр досуга, значительно расширивший возможности культурной жизни зоозерцев и жителей окрестных деревень. Обновленные здания досугового центра и школы в селе Зоозерье отапливаются уже не электричеством, как раньше, а экономичными пилетными котлами. Только по школе затраты на отопление должны снизиться с 1,3 млн. рублей до 600 тыс. рублей в год. Средства гранта вложены и в софинансирование работ по газификации района. Газопроводы были проложены в деревне Ульянова от Радновского сельского поселения и в семи деревнях Улейменского сельского поселения. Горушки, Кочнево, Володинское, Вахутино, Авенище-Подгорное, Глухого, Щелинка. Это поистине народный проект. Местные жители и дачники создали кооператив и заказали на свои деньги проект. Администрация улейменского поселения в лице его главы Татьяны Молковой поддержала это движение, помогла в организационной работе и довела инициативу до вышестоящих уровней власти. Далее ее поддержали глава Ульчинского района Анатолий Курицын и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Средства на строительство газопровода выделили из областного бюджета. Целый комплекс обновлений был проведен в микрорайоне Цветочный. Во время встречи с главой района Анатолием Курицыным жители микрорайона озвучили свои проблемы и пожелания. Из вес гранта на их решение Цветочному выделили 3 миллиона рублей. И жители сами решили, на что их потратить. Часть денег вложили в центр досуга. По всему зданию заменили старые прогнившие окна на новые пластиковые. Отремонтировали спортивный зал, приобрели светомузыку. Установили уличную площадку силовых тренажеров, аналогов которой нет в городе. И она востребована жителями всех возрастов. Реконструировали старый хоккейный корт, сделав из него универсальную спортивную площадку с твердым покрытием и современным ограждением из прозрачного пластика. Зимой на ней заливали лед, а летом она используется как баскетбольная и волейбольная площадка. Осенью 2018 года был отремонтированный участок дороги по Камышевскому шоссе. Средства выделены из областного бюджета, но в реализации этого проекта приняли финансовое участие и три предприятия Южного района Углича – завод «Угличкабель», углический завод полимеров «Тубофлекс» и группа предприятий «Мера». Все преобразования и достижения 2018 года – результат усилий единой команды углического муниципального района. Все вместе сработали и на результат 2018 года. По его итогам, углический район во второй раз стал победителем областного рейтинга 76 и обладателем гранта 20 миллионов рублей. А это значит, что преобразования будут продолжены. Уважаемые друзья, видеоряд мы посмотрели. Теперь переходим непосредственно к отсчету главы. Слово предоставляется Курицыну Анатолию Геннадьевичу. Главе Угличского муниципального района. Пожалуйста, Андрей Геннадьевич. Добрый день, уважаемые угличане, депутаты, члены общественной палаты. Сегодня мы подводим итоги ушедшего 2018 года. Главными задачами администрации района по-прежнему является повышение уровня и качества жизни населения, поддержка социальной сферы, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. Территория района занимает 256 тысяч га. 16 это населенные пункты, 129 лесной фон, 101 тысяча земли сельхозназначения. Численность населения составляет 45 348 человек. В ушедшем году родилось 380 человек, что на 96 малышей меньше, чем в 17. В трех семьях родились двойни. На 11 человек сократилось число уменьших. Естественно, убыль населения продолжается. В состав района входит 5 сельских поселений и город Углич. Всего 500 населенных пунктов. По всем направлениям своей деятельности администрация района осуществляла свою работу в соответствии с 131-м федеральным законом, федеральными региональными законами и уставом Угличского муниципального района. Основу муниципальных ресурсов составляют средства бюджета и объекты муниципального имущества. В отчетном периоде большое внимание было уделено четкому разграничению финансовых потоков при исполнении принятых и переданных полномочий, исключению неэффективных расходов и сокращению задолженности бюджета. Консервированный бюджет Угличского муниципального района поступил 1,911,000,000 рублей. Доход бюджета района 1,809,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, Это налог на доходы с физических лиц. На втором месте доходы от исполнения имущества и земли 36 миллионов. И 29 миллионов это налог на миненный доход. Бюджет района является социально ориентированным. 47% затрат или 844 миллиона были направлены на образование. 364 миллиона на социальную защиту населения. На мероприятие жилищно-коммунального хозяйства было выделено 182 миллиона рублей. Серьезной проблемой остается наличие задолженности бюджета. На начало года долг превышал 842 миллиона. Благодаря поддержке правительства Ярославской области и проведенным мероприятиям удалось его существенно сократить на 57 миллионов. Коммерческие кредиты были замещены на бюджетные, что позволило в 4 раза сократить расходы на обслуживание муниципального долга. Администрация района продолжила работу и по оптимизации собственной структуры, по проведению мероприятий по энергоресурсосбережению. Только по оплате за электроэнергию затраты снижены более чем на 10 миллионов. Для увеличения доходной части бюджета проводятся мероприятия. По выявлению необрабатывающих земель сельхозназначения, в отношении которых применяется повышенная ставка налога на землю, в прошлом году проверено 142 земельных участка. Доначительно более 300 тысяч налога. Дополнительно 189 тысяч получено в бюджет страшных санкций. По выявлению фактов неформальной занятости работы без оформления трудовых отношений или регистрации в налоговых органах. По повышению эффективности использования имущества. Основой развития района, улучшения благосостояния населения служит экономический потенциал. Промышленности работают более 70 малых и средних предприятий, где трудится около 8 тысяч человек. Численность на уровне предыдущего года. Объем производства промышленных предприятий превысил 7 миллиардов рублей. Основные отрасли экономики отработали успешно. Отмечен наибольший рост производства изделий металлообработки 148%. Машин оборудования 124 и прочих машин 157%. В 2018 году инвестиции в основной капитал составили 507 миллионов рублей. Это на 62 миллиона ниже, чем в 2017 году. В районе была проведена работа по созданию благоприятных условий для инвесторов. Сокращены сроки прохождения административных процедур по выдаче разрешения на строительство, оформление документов на землю. Ряд документов можно оформить дистанционно, используя портал госуслуги или через МФЦ. Сформированы инновационные площадки. Определенные надежды связываем с инвестором, выкупившим производственное помещение бывшего завода Уормозе, а также с повышением активности действующих предприятий. В 2018 году состоялось очень важное для всех нас событие. Город Углич официально вошел в состав Золотого кольца, что позволит дополнительно привлечь финансирование из федерального бюджета на его благоустройство. Туризм стал одним из приоритетных направлений развития района. Туристический поток ежегодно увеличивается. В прошлом году Углич посетили 432 тысячи гостей, 95 тысяч – иностранные туристы. Туристский поток вырос на 6,5%. Туристская инструктура района дополнилась тремя новыми объектами. Кафе «Опята», паломнический корпус «Багаевленский». 24 ноября открылся музей «Заозетские маяки». Я считаю, что открытие музея даст ощутимый толчок в развитии старинного с богатейшей историей села. Обустроена аллея вдоль каменного ручья, которая, надеюсь, станет любимым местом отдыха угличан. Увлечение турпотока способствует проведению фестивалей, которые уже стали традиционными. Зимние забавы в Угличе вошли в топ-10 лучших фестивалей и праздников зимы. Несмотря на положительную динамику в развитии туризма, существует ряд проблем, требующих решения в ближайшей перспективе. В первую очередь, это сохранение историко-архитектурного наследия, благоустройство и создание комфортной городской среды для угличан и гостей города. Агропромышленный комплекс остается главным на сельских территориях Угличского района. Объем производства в сельском хозяйстве составил 686 миллионов рублей, рост на 6%. Ведущей отраслью сельского хозяйства остается животноводство. Производство молока в отчетном году выросло на 6%. Производство мяса крупного рогатого скота и баранины увеличено на 36, перепелов на 23. Угличский район – региональный лидер овцеводства. Поголовье овец – 8646 голов. Прирост составил около 2000 голов. Численов работающих в сельском хозяйстве 935 человек. На протяжении последних лет идет снижение. Поэтому очень важна является поддержка личных подсобных и христианских хозяйств. В рамках федеральной программы устойчивого развития сельских территорий в отчетном периоде две молодые семьи получили субсидию на строительство жилых домов в сумме 1 миллион 600 тысяч каждая. Государственная поддержка хозяйством за счет средств бюджета всех уровней составила 57 миллионов. Основные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время на селе – это вовлечение в оборот необрабатываемых земель, улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи, повышение уровня электровода и газоснабжения сельских территорий, обеспечение сельских поселений телекоммуникационной связью, улучшение качества предоставления социальных услуг. Уровень безрабочий заснизился до 1,7%, но это показатель выше среднеобластного. В центре занятий на учете стояло 413 человек. Для решения проблемы трудоустройства администрации района и поселений необходимо приложить немало усилий по привлечению новых инвесторов в сектор экономики района. Как уже было сказано, бюджет Убльского муниципального района социально ориентированный. Социальная сфера признана обеспечивать качественное предоставление в услуг в отраслях культуры, образования, спорта и молодежной политики. В 2018 году район принял от сельских поселений исполнение полномочий в области культуры, молодежки и спорта. Сфера культурно-досуговой деятельности была насыщена интересными событиями и творческими акциями. Организовано и проведено 3800 мероприятий, в том числе для детей более 1600, которые посетили более 500 тысяч угличан и гостей города и района. Проведены брендовые фестивали и мероприятия «Широкая масленица», «Благостина», третий международный фестиваль «Александр Невский», фестивали «Угличе поле» и «Урожай». Запущены новые проекты «Закулисье», «Деревенское детство», «Вагончик радости», «Детское время». Ряд проектов реализуются на средства выигранных грантов. В районе работы 271 клубное формирование, более 4000 человек и их активные участники. В библиотеке посещают более 18000 читателей. 6 марта прошлого года приступило к работе вновь созданное учреждение «Дом кино». За год было продемонстрировано 5000 сеансов, с охватом более 27000 человек. Обрела новый дом детско-художественная школа. Это позволило расширить ее возможности. Количество учеников увеличено на 103 человека. Всего в учреждениях дополнительного образования в художественных и музыкальных школах обучается 726 человек. Для учреждений дополнительного образования отчетный год ознаменовался победами в 34 конкурсах и фестивалях. Учащиеся стали победителями на 7 международных, 14 всероссийских и 13 областных конкурсах. Услуги сферы культуры должны оказываться в комфортных, красивых зданиях. Поэтому по-прежнему большое внимание было уделено ремонту и реконструкции помещений. Завершен капитальный ремонт здания Сосновского сельского дома культуры. Дома культуры в селе Заозерье. Для него были приобрели мебель, музыкальные инструменты. Проведены работы по ремонту спортивного зала и замене окон в центре досуга «Цветочный». Техническое состояние объектов культуры, оснащение их оборудованием требует еще больших вложений. Для решения проблем в этой области на федеральном уровне придано решение о реализации национального проекта «Культура». В рамках данного проекта уже в этом году будет оборудован виртуальный концертный зал во дворце культуры на сумму 5 миллионов рублей. Приобретено оборудование в Сосновский клуб на сумму 500 тысяч. Проблемой для сельян является отсутствие дома культуры в поселке Отрадный. В текущем году с целью вхождения в федеральную программу прорабатывается проектная документация по его строительству. Самое ценное в нашей жизни – это дети. Важно, чтобы они получали качественные образовательные услуги. В районе их оказывают 45 учреждений. Получателями услуг являются более 7 тысяч детей. Система образования направлена на обеспечение высокого качества и доступности образовательных услуг, развитие кадрового потенциала, укрепление материально-технической базы учреждений. По состоянию на 1 января 2019 года на очереди в дошкольные учреждения стоят 273 ребенка в возрасте от 1 до 3 лет. По сравнению с прошлым годом очередность снизилась на 33%. Сокращение очереди произошло в связи с вводом нового детского садика «Мозаика». Одновременно появилась возможность предоставлять услугу по дошкольному образованию детям с одного года, а не с полутора, как раньше. По результатам государственной итоговой аттестации в 2018 году 99% обучающихся 11 классов сдали экзамен и получили аттестат о среднем полном общем образовании. 22 выпускника окончили школу с золотой медалью, а 10 получили награды «Почетный знак губернатора за особые успехи учений». В 19-й раз прошел муниципальный конкурс «Ученик года». Победителем стала Евгения Черняева из 4-й школы. А ученица 10-го класса гимназии номер 1 Алексеева Виктория стала участником четверть финальной игры региональной олимпиады школьников «Умники и умницы Ярославии». С целью стимулирования и поддержки талантливых школьников учреждена стипендия главы района. 37 учеников получили стипендии за достижения в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Алексеева Виктория, ученица гимназии номер 1 и Сатюкова Екатерина из школы номер 5 имени 63-го пехотного полка заслужили стипендию Департамента образования Ярославской области. В отчетном году увеличилось число юных угличан, получающих услуги дополнительного образования. Воспитанники не просто занимаются, а добиваются высоких результатов на международном, всероссийском и межрегиональном уровнях. Особенно хочется отметить студию острадного вокала «Копель», музыкальную хоровую студию «Веселые нотки», коллектив острадного танца «Ассорти» центра внешкольной работы. Танцевальный коллектив «Звездопад» воспитанников станции юных натуралистов творческого объединения «Корабелл», краеведческого клуба «Алатырь» дома детского творчества. Годимся мы и успехам и кадетов школы номер 5 имени 63-го Угличского пехотного полка, которые на слете военно-патриотического объединения за честь отчизны в Республике Беларусь заняли второе место среди команд из военно-патриотических классов. Высоких результатов в спорте и творчестве добиваются учащиеся, занимающиеся в детской, юношеской спортивной школе. Забота о детях – это прежде всего забота о их здоровье. Число ребят, отдавнувших в оздоровительных лагерях в каникулярное время, увеличилось до 3600. Большое внимание уделяется и повышению квалификации учителей и воспитателей. В рамках комплексного проекта по развитию кадрового потенциала проведены конкурсы профессионального мастерства. Учитель года, воспитатель года, педагогическая весна для молодых педагогов и педагог-профессионал для педагогов со стажем. Учителем года стала Ольга Николаевна Суходольская, учитель английского языка школы номер 7. Она же стала лауреатом регионального этапа конкурса и обладателем специального приза «Методическая подкова». Анна Владимировна Японечникова, учитель-педагог-логопед детского сада «Сказка», стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года». Серьезное внимание уделяется и будет уделяться приведению в надлежащее состояние здания школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В 2018 году объем выделенных средств составил более 15 миллионов рублей. Около 4 миллионов направлено на перевод детского сада из здания 19 века в здание Заозерской школы. 2 миллиона 700 тысяч израсходовано на перевод пищеблока в здании Головинской школы. Более полутора миллионов рублей вложено в реконструкцию помещения в школе номер 7. Около 500 тысяч выделено на мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных учреждений, установке видеонаблюдения и ограждений. Образовательные учреждения Улеминская и Плоскинская школы получили подарки от инвесторов. В Улеме капитально отремонтированы помещения второго этажа и пищеблок, а ученики Плоскинской школы получили современный красивый спортивный зал. Угольский район имеет большую разветвленную сеть образовательных учреждений, особенно в сельской местности, которые загружены не более чем на 50%, но их необходимо содержать. Техническое состояние объектов требует серьезных финансовых вложений. В текущем году значительная часть средств гранта предусмотрена на ремонтные работы образовательных учреждений, будут отремонтированы плоские и скатные крыши, произведен ремонт пищеблока и групповых помещений в бывшем саду «Солнышко». Гармоничное развитие личности невозможно без занятий физической культурой и спортом. Сеть спортивных сооружений в отчетном году пополнилась двумя объектами и составила 105 спортивных сооружений. В рамках регионального проекта «Решаем вместе» обустроена многофункциональная спортивная площадка по улице Старостина. В микрорайоне Цветочный проведена реконструкция хоккейного корта, установлены уличные тренажеры, произведен ремонт спортивного зала в центре досуга Цветочный. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями составляет 52%, по области – 48%. Общее количество занимающихся физической культурой и спортом – около 19 тысяч человек. На территории района развиваются более 20 видов спорта. Самые популярные – футбол, пауэрлифтинг, баскетбол, кудо, шахматы и другое. Четвертый год подряд «Угль» стал площадкой для проведения полумарафона «Волжский берег» в рамках регионального проекта «Бегом по Золотому кольцу». Праздник спорта и здоровья объединил на узкой земле 1690 легкоатлетов. В «Угльском полумарафоне» приняли участие представители 29 субъектов Российской Федерации из 125 городов. Активно внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». В отчетном году общее количество участников выполнения нормативов ГТО – 507 человек. 121 угличанин выполнили нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. Способствует развитию здорового образа жизни проведения спартакиад среди трудящихся сельских поселений района, среди обучающихся и работников образовательных учреждений. В 2018 году на базе всех школ района созданы спортивные клубы. С целью популяризации массового спорта сложилась система проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Зимние декады здоровья и спорта, Олимпийского дня, Дня физкультурника, Дня здоровья и спорта в «Угличе». Особого успеха в спорте добились футбольная команда девушек, тренер Медведев Сергей Григорьевич, став победителями финала Центрального федерального округа. Впервые завоевали первое место во всероссийских соревнованиях в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Баскетбольная команда юношей детской юношеской спортивной школы, тренер приказчикова Марина Анатольевна, победители первенства ЦФО. Высокие результаты на всероссийских межрегиональных соревнованиях показали спортсмены КУДО, самбо, палеотлона, пауэрлифтинга, джиу-джису. За последние два года увеличилось количество социально ориентированных некоммерческих организаций спортивной направленности, осуществляющих работу с детьми и подростками. Много было сделано для развития массового спорта, спортивные площадки появились и в микрорайонах города и на селе. Но ощущается дефицит спортивных залов, а бассейна в городе вообще нет. Отсутствие современной лыжной базы препятствует развитию зимних видов спорта. Остро стоит проблема оснащения спортивным оборудованием и инвентарем. Уже в этом году в микрорайоне Мирном корпорация «Газпром» завершит строительство современного ФОКа с двумя бассейнами. Будут построены две спортивные площадки в поселке Зеленая Роща и село Ильинское. Стоимостью более двух миллионов каждая. А в парке детства скейт-площадка для занятий экстремальными видами спорта планируется приобретение спортивного инвентаря. Большое внимание уделяется решению проблем молодежи. Наша современная молодежь талантливая, неравнодушная и активная. В 18-м год был объявлен годом добровольца, все больше желающих пополнить ряды волонтерского движения. Их уже более тысячи. Волонтеры всегда первые и проведение общегородских мероприятий, и при участии в субботниках, и при оказании помощи старшему поколению. Лучшим волонтерским отрядом района стал отряд «Правопорядок». Знаковым событием стало создание на территории района отделения юно-армии. Юно-армейские отряды созданы на базе 3-й, 5-й, 7-й и воздвиженских школ. В молодежном центре «Солнечный» созданы все устоя для общения молодых семей, проведения совместного досуга. Продолжена деятельность клуба молодых семей «Рассвет». Увеличилось количество участников традиционного творческого семейного конкурса «Парад колясок». Проведен конкурс «Мини-бэйби-кросс» с участием 112 юных угличан в возрасте от полугода до трех лет. Важным направлением в работе центра остается профилактика социальной неприспособленности в молодежной среде. Из-за большого влияния интернет-ресурсов на молодежь, профилактика конфликта, гостемизма и терроризма приобретает особую остроту. Активно реализуется форма работы выездного характера молодежный десант, которая позволяет вовлекать в активную среду сельскую молодежь. Проводятся тренинги «Мир равных», «Идеальный переговорщик», «Все, что тебя касается» и другие, помогающие подросткам определиться жизненными приоритетами. Оказывается, помощь подросткам старше 14 лет в трудоустройстве. В дни школьных каникул было трудоустроено 193 подростка, что на 35 человек больше, чем в предыдущем. Углевский муниципальный район – один из лидеров в области по патриотическому воспитанию молодежи. В рамках празднования 73-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне организованы и проведены многочисленные патриотические акции, в которых приняли участие все жители района. Полюбился углевчанам муниципальный фестиваль «Песни Победы поет молодежь». В молодежи оказывается финансовая поддержка при обретении жилья. Выделяются земельные участки многодетным семьям. В рамках муниципальной программы финансовую помощь получила многодетная семья Смирновых. Одна семья в год – это, конечно, мало, но, к сожалению, возможности местного бюджета сейчас очень ограничены. 51 семья на безвозмездной основе получили земельные участки. В этом вопросе тоже не без проблем. Есть четкое понимание, что земельный участок молодой, да еще многодетной семье должен быть предоставлен с учетом наличия коммунальной и транспортной инфраструктуры. Но в границах сельских поселений, населенных пунктов и города таких участков немного. Как показывают встречи с населением, самой проблемой, проблемной отраслью является здравоохранение. Администрация района подключилась к решению вопроса по комплектованию кадрами нашей ЦРБ. За счет бюджета района компенсируется найм жилья медицинским работникам. Выплачено 790 тысяч рублей, получатели – 10 врачей. В отчетном периоде для жителей левобережной части города приобретена и обустроена модульная врачебная амбулатория. Силами администрации города Углича произведено благоустройство татуара и прилегающие территории. В селе Заозерие в ушедшем году установлен модульный фельдшко-акушерский пункт, который будет оснащен современным оборудованием и примет первых пациентов на 1 сентября. Проведен муниципальный конкурс «Лучший ФАП» – амбулатория сельского поселения. Победители получили ценные подарки в виде необходимого для работы оборудования. В администрации района организована работа о пропаганде диспансеризации среди населения. В 160 мероприятиях приняли участие и детское, и взрослое население. 2019 год внес свои коррективы в деятельность медицинских учреждений. Из-за аварийного состояния закрыта врачебная амбулатория в центральной части города. При взаимодействии с правительством Ярославской области, департаментом здравоохранения, депутатами области прорабатывается вопрос по строительству новой амбулатории. Жилищно-коммунальное хозяйство было и остается одной из самых важных сфер жизнедеятельности района, в которой общество по праву предъявляет все более строгое и справедливое требование. В числе приоритетных задач в прошедшем году являлись гасификация района, обеспечение населения качественными коммунальными услугами, сокращение задолженности за энергоресурсы. Большое внимание уделено подготовке к отопительному периоду. Проведены работы по подготовке учреждений бюджетной сферы, МКД, по замене участков ветких сетей. На эти цели направлено 53 миллиона рублей, в том числе 1,5 миллиона из местного бюджета. Подтверждением качественной работы стало получение района паспорта готовности и безаварийное прохождение отопительного периода. Для улучшения качества жизни угличан и селян проводились работы по кассификации. Завершены работы по строительству газопровода в деревне Ульянова Трагненского поселения, в 7 деревнях Уленинского поселения. Протяженность построенных сетей 6,5 километров. Из бюджета направлено более 9 миллионов рублей. Возможность подключения к газу появилась у 218 домовладений. Планируется строительство межпоселкового газопровода Угль-Черкасова. Головино-Прилуки. Продолжится газификация города. Хочу отметить, что благодаря финансовому участию населения, которые на собственные средства изготовили проектную документацию, в ближайшей перспективе будут выполнены мероприятия по строительству распределительных сетей в деревне Головино. Особое внимание было уделено ветеранам в рамках реализации государственной поддержки по проведению ремонта жилых помещений. 22 ветеранам оказана помощь в сумме 792 тысячи рублей для ремонта домов и квартир, а также приобретению оборудования. В районе завершено расселение аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. В 2018 году приобретено 36 жилых помещений на сумму более 51 миллиона рублей, которые были выделены из резерва фонда президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Но проблема наличия аварийного жилья остается острой. В Угольском районе признаны аварийными 64 дома, общей площадью около 23 тысяч квадратных метров. Самостоятельно решить эту проблему силами местного бюджета невозможно. В ближайшее время стартует очередной этап программы по расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Таких в районе 26. 26 в городе и 1 в Уременском поселении. Владимир Владимирович Путин в своем послании поставил задачу создать современную среду для жизни, преобразовать наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. Особо было подчеркнуто, что мнение людей, каким быть их городу или поселку, должно быть решающим. Во исполнении задач, поставленных президентом, правительством Ярославской области реализуется программа «Решаем вместе». В отчетном периоде в рамках программы были благоустроены 6 дворовых территорий на сумму около 13 миллионов рублей. За асфальтированные проезды, замену уличное освещение, установлены скамейки, урны, оборудованы детские площадки. Благодаря активности угличан в рамках проекта «Решаем вместе» Парк Победы снова получил грант на благоустройство, который вложен в преображение зоны вдоль каменного ручья. На реализацию проекта направлено более 3 миллионов рублей. Надеюсь, что место уже стало любимым уголком для отдыха угличан. Реализация программы «Решаем вместе» продолжается. В текущем году будут благоустроены придомовые территории многоквартирных домов на сумму около 17 миллионов. И общественная территория рыжечного бора между микрорайоном Солнечный и поселком Вокзальным. Комфортные условия для жизни немыслим и без хороших дорог. В 2018 году при распределении дорожной субсидии приоритет был отдан сельским территориям. За прошедший год отремонтированы почти 14 километров автомобильных дорог района на сумму более 36 миллионов. В городе выполнен ремонт участка Камышинского шоссе на сумму более 4 миллионов рублей. Хочу выразить благодарность руководителям промышленных предприятий города Тубофлекс Мера Угольского кабельного завода, которые приняли финансовое участие в ремонте дороги. Отремонтирован тротуар по улице Северной на сумму 2,5 миллиона. Для отведения ввод и устранения затоплений тротуара построена ливневая канализация по улице 9 января. Стоимость проекта 4 миллиона рублей. К концу мая текущего года работы по логустройству будут завершены. Вопрос с приведением надлежащего состояния всех дорог, ремонта и обустройства тротуаров требует огромных вложений. В 2019 году для ремонта участка дороги, проходящей от Ярославского шоссе вдоль микрорайона Мирного с выходом на Рыбинское шоссе, дополнительно из областного бюджета выделено 30 миллионов рублей. Пользуясь случаем, выражаю за это огромную благодарность правительству Ярославской области и лично губернатору Дмитрию Юрьевичу Миронову. В рамках реализации областной программы в этом году запланирован ремонт автомобильной дороги Плоский-Прилуки протяженностью 9 километров и дороги Углич-Бурмасово-Воскресенское 12 километров. Любые преобразования в городской среде необходимо производить очень грамотно, чтобы сохранить облик исторического города. С этой целью активно работает городстоительный совет, мнение которого по многим вопросам является решающим. В городе и районе активно продолжается строительство. В отчетном периоде введено более 25 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 4 многократных жилых дома. Эти показатели на 20% превысили итоги 2017 года, обеспечив выполнение ежегодного плана на 126%. В текущем году темп роста жилищного строительства сохранится. Планируется ввод в составе 27 тысяч квадратных метров жилья, из которых 5 тысяч многоквартирные дома. В 2018 году были введены в эксплуатации нежилые объекты. В частности, построен магазин в микрорайоне Мирном Пятерочка, нежилое здание по улице Северной, введено в эксплуатации после конструкции кафе по улице Островского. В течение года проводилась работа по повышению доступности и качества муниципальных услуг для населения. Доля получения услуг по выдаче градостоятельного плана земельного участка в электронном виде увеличилась на 49%, а через МФЦ до 51%. Снижены сроки предоставления услуг. До 20 календарных дней сокращен срок получения ГПЗУ. С 18 до 12 дней присвоение адреса земельному участку. Проведена интервизация адресных объектов, что позволило выделить дополнительные объекты для налогообложения. Город Углич и Угличский район обладают большим историческим потенциалом. В прошлом году проведена интервизация объектов культурного наследия. Собрана подробная информация по 333 объектам культурного наследия. На часть объектов составлены сметные расчеты на реконструкцию с целью вхождения в федеральную программу. По итогам работы за период 2018 года администрация Угличского района второй год подряд признана победителем в Ярославской области Рейтинг-76. За этой победой большая работа всей команды сотрудников администрации района, города и поселений. Всех вас, дорогие земляки! Только объединив усилия, можно добиться успеха. За победу район второй год подряд получил град в сумме 20 миллионов, который распределен на модернизацию и реконструкцию объектов образования, культуры, спорта, развития системы безопасных городов. В городе и районе много вопросов, требующих внимания, разрешения, мы их видим и знаем. По каждому направлению есть понимание, что и как надо сделать, но везде нужны финансовые вложения. Будем поэтапно двигаться, решать поставленные задачи. Уже сейчас видны определенные емкие результаты. Все, что уже сделано, инвестиции в образование, инфраструктуру, спорт и культуры, содействие развития талантов детей и молодежи. Все это призвано обеспечить Угличскому району непрерывное развитие, формирование благоприятной среды для жизни, рождения и воспитания талантливых детей. В заключении хочется вразить благодарность губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, правительству Ярославской области, главам и командам администрации района, поселений, депутатскому корпусу, общественной палате, всем жителям района за совместную плодотворную работу. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю вас, Анатолий Геннадьевич. До начала заседания у нас поступило несколько письменных вопросов. Сразу, чтобы вы могли на них ответить. У нас еще имеются, да, несколько вопросов. Не зачитать ли вопросы, да? Ну, эти можно, да, зачитать. В районе появился новый оператор сотовой связи. Но сотовая связь в некоторых населенных путах по-прежнему работает неустойчиво. Предполагается ли улучшение? Ну, вы знаете, что у нас пришел теле-2. И как бы мы разговаривали с правительством Ярославской области, у нас поставлено уже три вышки. Ну, кто где ближе к вышкам, уже как бы изменения есть. Но когда нам непосредственно, вот, Лимонов Игорь Анатольевич гурирует этот вопрос, говорили, что будет большая обеспеченность, но пока не получается. Сейчас дальше у нас договоренность, что еще дополнительно будут ставиться вышки в этом году. Так что я надеюсь, что этот вопрос мы держим на контроле, и ситуация должна измениться к лучшему. В городе участились угоны машин. Как-то планируется усилить меры безопасности. Да, я уже вам говорил, что мы с вами получили грант 20 миллионов рублей. Из этого гранта 400 тысяч будет направлено на установление видеокамер по городу Угличу. Так что в этом году, я считаю, что сумма будет освоена. Так. Прошу кратко, что будет с нашей любимой библиотекой имени Сурикова. Желать, чтобы библиотеку со столетней историей закрыли. Ну, уважаемые угличане, мы уже несколько раз все совместно встречались, и депутаты в этом принимали. Все мы с коллективом, я лично несколько встречался. Мы должны с вами прекрасно понимать, что на самом деле у нас город стар, помещение тоже старое, и, соответственно, первый этаж, это было непосредственно помещение здравоохранения, там провисла балка, это угроза жизни, как бы нам хотелось, или не хотелось, но факт то, что должны были оттуда выехать. Но на сегодняшний день, благодаря правительству Ярославской области, мы решаем вопрос приобретения, это по улице Ленина, где была автошкола. Мы это здание полностью отремонтируем, приводим в порядок, и туда переведем полностью библиотеку имени Сурикова. Так что я считаю, что этот вопрос будет закрыт. Так, еще вопросы, пожалуйста. Геннадь, вот здесь вот их энное количество. Давайте, ну вы зачитывайте тогда, я буду отвечать, что ли, как-то. В вашем докладе прозвучало, что в 2018 году осуществляется поддержка ветеранов в части ремонта жилья помещений. Это в 2018 году? Планируется ли в 2019 году, в преддверии 75-й годовщины Победы, поддержка ветеранов? Но я думаю, что она планируется. Да, она планируется. Здесь нужно дать должное и правительству Ярославской области, и нашим областным депутатам. То есть этот вопрос решен. У нас будет оказана помощь 50 ветеранам на сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Так что все будет оказано. Вопрос касается медикаментозного, да, значит, когда улучшится выдача льготных лекарств. Ну, я думаю, что здесь... Но здесь у нас главный врач присутствует. Михаил Иславович, я думаю, что вы более грамотно ответите. Там у нас есть микрофон? Ну, мы этот вопрос передадим ему. Или как? Или... Вы передадите, я... Да, Михаил Иславович. Ну, давайте, значит, так. Так, в теплое время года большое количество подростков, катающихся на велосипедах и роликах в центре города, они прыгают. Ну, я думаю, что это прозвучало. Ну, я уже ответил, что у нас здесь с вами непосредственно УГЭС парк. Да, там все уже деньги выделены. Здесь совместно городское поселение Углич принимает, областные депутаты. Поэтому я думаю, что к осени там появится хороший объект, чтобы наши дети там занимались. Так что вопрос этот уже решается. Вопрос от депутата от родновского поселения Ревякиной. Анатолий Геннадьевич, будет ли отремонтирован участок дороги от перекрестка деревни Базыково до поселка Отрадно в этом году? Да, уже с Людмилой Николаевной этот вопрос она постоянно поднимает. Мы выговорились непосредственно с директором департамента дорожного хозяйства. И четко были заверены, что экономия будет однозначно. И за счет экономии будет выделено денежное средство, и дорога будет отремонтирована. Только я прошу от рандовцев, Людмила Николаевна, вас конкретно, что немножко попозже, потому что сперва пройдут основные торги, а потом, то есть я думаю, что к сентябрю месяцу этот вопрос будет решен. Все это на контроле у всех. Тут опять вопрос, ничего не сказали о ветеранах. По-моему, о ветеранах было сказано достаточно много. Это конкретно что ветеранам? Ну вот, к сожалению, не могу сказать. То, что вот выделение по ремонту, я уже сказал, что 50 человекам на сумму 1 миллион 800 будет оказано в этом году. Так, уважаемый Анатолий Геннадьевич, когда будет решен вопрос по благоустройству или оборудованию площадки для вывоза мусора в районе Пролетарская-Нариманово, просьба установить остановку по улице Нариманово от деревни Хуторы, и будет ли продлен тротуар по улице Пролетарской дальше от улицы Свободы. Ну, то, что касается мусора, вы знаете, что у нас с сентября пришел оригинальный оператор, который занимается вывозом мусора. Это непосредственно федеральный закон. Это в каждой области это теперь есть. Проблемы есть. Мы это видим и совместно с главами обговариваем. Со вторника мы со Светланой Владимировной в присутствии Хартии делаем объезд, потому что сегодня ни меня, ни Светлану Владимировну, ни глав поселения не устраивают, как убирается и как вывозится вовремя непосредственно мусор. Поэтому мы во вторник объезжаем, дальше в кабинете обсуждаем эту проблему. Я думаю, что мы постараемся совместно с Хартией эту проблему довести до ума. Это то, что касается по вывозу мусора. Спасибо. Давайте Михаилу Вячеславовичу дадим два слова. Михаил Вячеславович, пожалуйста. Отвечаю сейчас. Когда улучшится выдача льготных лекарств, неужели нельзя перевозить лекарства два раза в месяц? Вы читайте, я отвечу. Ну, дело в том, что, во-первых, по льготным лекарствам мы привозкой не занимаемся. Это отдельная структура, называется областная фармация. Все, что производится о полномочии по закупкам и распределению, это у нас полномочия департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Поэтому я этот вопрос передам директору областной фармации и предоставим ответ через администрацию заявителю. Второй вопрос. Когда появится в больнице препарат для проведения анализа крови гликированных гемоглобин? Значит, все дороги уже состоялись, препараты уже реактивно приходят в больницу. Так что все пациенты, которые нуждались, анализы крови будут взяты и проведены исследованиями. Ну, а третий вопрос здесь про автобусы. Это не мой вопрос. По автобусам мы берем на контроль. Первый зам здесь у меня присутствует. Мы его проработаем и четко жителям ответим. Спасибо. Еще вопрос, Андрей Геннадьевич. У меня вопрос. Это Герасимова Людмила Ивановна, деревня Бурмасова, староста. Андрей Геннадьевич, у меня вопрос, который давно волнует жителей нашей деревни. Когда наступит ремонт дороги от села Красное, село до Бурмасова? В этом году, ну и уважаемые жители Углесского муниципального района, деревни Бурмаса, я хочу, чтобы вы правильно поняли, что у нас есть с вами хороший в кавычках закон, 44-й. Должно пройти определенное время, это больше 40 даже дней, когда пойдут торги. Так что, как только пройдут торги, а у нас более миллиона, теперь все разыгрывает только область. Поэтому, ну, немножко надо потерпеть. Но четко уже в программе везде, еще раз говорю, что все включено в этом году, асфальтирование дороги, значит, оно все там есть. Немножко нужно потерпеть, больше терпели. Спасибо, Антон Геннадьевич. Микрорайон Солнечный. Планируется ли сделать пешеходный переход на улице Сурикова, а также тротуар на этой улице? На перекрестке находятся две остановки, здесь переходят дорогу дети во вторую школу, а также неудовлетворительно испытывают, они удовольствие испытывают граждане, проживающие в микрорайоне Солнечный. Здесь имеется в виду по улице Сурикова, это по какой? На Пролетарской там есть переход, на Луначарского, возможно. Дорогие уважаемые угличане, правда, здесь присутствует глава городского поселения Углестлава Ильяна, но я просто хочу вам сказать, вот поверьте, проблем на самом деле очень много. И самая главная проблема, это, конечно, у нас дороги, тротуары и так далее, мы это все прекрасно понимаем. И вот сейчас, как бы я уже сказал в своем докладе, что сегодня наш город прекрасный вошел в Золотое кольцо, и мы на сегодняшний день будем пробовать, и я думаю, что договоримся с губернатором Ярославской области, с правительством, чтобы нам сумма выделялась намного больше. Потому что, ну, согласитесь, что такое 30 миллионов? Это ничего. Кроме всего еще дополнительно еще 30 дали, вот то, что я сегодня сказал на микрорайон Мирный. Кроме всего, чтобы вы понимали, вот вам для понимания, какие суммы, вот я вам сегодня сказал, что дорога Шишкино-Прилуки, или Плоские Прилуки через Шишкино, да, называется, 9 километров, сумма 204 миллиона. Это так, для понимания, чтобы не так все это просто. Кроме всего, дорога, которая будет делаться на Бурмасово, вот о чем мы сегодня говорим, 104 миллиона рублей. Вот вы просто, если посчитать в целом, вложение в Угольский муниципальный регион на этот год, ну, извините, уже к 400 миллионам подходит. Ну, наверное, я все понимаю, понятно, что они приходят в негодность, и это проблема, и проблема номер один, и поверьте, об этом знают и губернаторы, и так далее. Ну, наверное, каждый из нас понимает, что мы сегодня с вами без финансов не все сделаем. Кроме всего, в Ярославской области 19 муниципальных образований, и только один город Угольский. Хотя, мы с вами, у нас есть с вами хорошее алиби, что мы с вами вошли в Золотое кольцо. Поэтому я думаю, что мы этим брендом воспользуемся. И я перед вами отчитаюсь. Спасибо. Антон Геннадьевич, два вопроса от Виктора Борисовича Крылова, депутата Ильинского сельского поселения. Первый вопрос, он так написал, гибнет село, все деревни. Какая программа, когда, вероятно, будет программа возрождения? Виктор Борисович, наверное, наша проблема, что мы с вами редко встречаемся, выговариваемся, потому что на этот вопрос, ну, очень сложно. Конечно, знаете, можно где-то поспорить, там, гибнет, не гибнет, но в моем понимании, я все-таки хочу сказать, что в целом, как бы там мы ни говорили, при всех сложностях, ну, нельзя сегодня так уж сказать, прям гибнет. Есть проблемы, но я думаю, что нашему Угольскому муниципальному району просто повезло, а все познается в сравнении, как я все говорю, что с приходом непосредственно Агрифирмы, Агри-Волги, да. Ну, давайте, вот, сегодня вы смотрели фильм, специально мы его сделали, чтобы вы убедились, что все-таки сегодня вложения, они идут определенные. То, что есть проблемы, есть, и немало. Я думаю, что мы с вами договоримся, я обязательно приеду на отчет главы Улеминского, не Улеминского, извиняюсь, Ильинского сельского поселения, и мы с вами более выговоримся по этому вопросу, и, может, имея, что у вас такой огромный опыт, что-то вы подскажете, и мы с вами выработаем определенное направление, если вы не возражаете. Спасибо, Антон Ильич. Вопрос, значит, вероятность города, потому что правокладбище на Ростовском шоссе воруют памятники, саграцепи, памятники, то есть будет ли наведен порядок и примут ли какие-то меры? Ну, эта проблема, будем говорить, не только на кладбище, которое Ростовское, это есть кладбище, которое наше районное, которое Чурьяково и так далее. Это есть проблемы непосредственно и в Атрадовском поселении, но везде эти проблемы есть. В этом направлении мы работаем, я думаю, что какие предложения мы еще раз с главами, с населением посоветуемся. Эта проблема есть, но я думаю, что мы ее посмотрим, как лучше ее, конечно, с вашими предложениями, как эту ситуацию вырулили. Эти сложности есть, я еще раз говорю. И еще один вопрос, Антон Геннадьевич. Большое спасибо от жителей семи деревень улеминского сельского поселения за газ, который в прошлом году к нам пришел, но подвезти его к домам очень дорого, дорожает с каждым днем. Постановление правительства Российской Федерации 13-14 дает льготу, но незначительную. Просим вас обратиться к губернатору Ярославской области Дмитрию Юрьевичу Миронову с предложением о разработке программы, в которой бы предусматривалась помощь жителям села. Депутат муниципального совета Улиминского сельского села. Ну, я хочу сказать, что я с вами соглашаюсь, что это проблема, на самом деле, селянам, да и не селянам, а угличанам, где газ проводят. Конечно, закон, он позволяет 200 метров, которые до границы участка провести там за 33 тысячи, остальное нужно по дому. И когда мы стали смотреть, сколько же по дому и в доме, ну, эта сумма выливается уже в 200 тысяч. Это понятно, что это очень сложная сумма, но и пользуясь, что у нас здесь сегодня присутствует областной депутат Алексей Игоревич, я думаю, что он очень любит свой углич, угличан, и это с помощью всех нас мы эту проблему перед губернатором и правительством Ярославской области поставим. Потому что, на самом деле, здесь, наверное, нужно как-то эту ситуацию решать. Эта проблема есть. Давайте мы ее записываем, как ваше поручение. Я не знаю, есть вопросы с места? Еще вопросы есть у кого-то? Арисева Наталья Алексеевна, депутат Слободского поселения. Вот все тут у вас просят, Анатолий Геннадьевич. А я хочу поблагодарить вас и Светлану Владимировичу за вашу помощь. Сколько я к вам обращалась, все очень быстро всегда решалось. Спасибо вам. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Еще вопросы? Директор детской художественной школы, Очкина Людмила Михайловна. В продолжении темы спасибо. Спасибо огромное от всего нашего большого коллектива детской художественной школы. Это 350 детей. Столько же умноженное на двое родителей и педагогов. Мы очень вас благодарим, что мы получили вот такое замечательное здание. Оправдаем все надежды. И за ту помощь ежедневную, которую мы видели с вашей стороны. Вот буквально каждый день Анатолий Геннадьевич наш ремонт регулировал. Спасибо, Анатолий Геннадьевич, от всего нашего коллектива. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы есть? Здравствуйте. Анатолий Геннадьевич, я вот с таким вопросом на протяжении, наверное, четырех лет добивался у прежней власти. В перекрестках улицы Ростовская и Луначарская, напротив, в царевича Дмитрия на поле. Уже было много жертв, очень много. Я проживаю рядом с этим перекрестком. Моего ребенка тоже там чуть не сбили. Другие дети погибали, ранены были. Мы только обещали. Просил, да. Миш, я уж извиняюсь, конкретно предложение, что вы предлагаете вот именно? Ну, проработать те же самые вопросы, которые задавал Раня. Я их могу опять собрать. Нет, ну, ранее вот я их не видел. Мне бы этот вопрос не задавали, потому что мы с вами в Одноклассниках постоянно переписываемся. Я стараюсь отвечать на все вопросы, вот кто в Одноклассниках есть. Вы этот вопрос, по крайней мере, вот я третий год, вы передо мной его не ставили. Вы, пожалуйста, повторите тогда проблему, уж я извиняюсь. Мы тогда будем в этом направлении работать. Ну, перекресток очень опасен. Перекресток очень опасен. Все понятно. Транспорт с Москвы много едет. Но я понимаю, что это светофорный объект, прежде всего, Михаил, да? Вероятно. Нет, нет. А что? Там нет ни светофора, там редко делают... Нет, необходимость установки светофорного объекта. Не обязательно. Это техническое решение, ты не умею принимать. Я предлагал разные варианты. Обещали, обещали и обещали. Михаил, давайте мы, уж если вам не трудно, еще раз повторите, пожалуйста, хорошо? Имеется в виду, наверное, на... Вот то, что вы писали, еще раз на нас напишите, и мы с Астаналом Владимировны посмотрим, что возможно. Спасибо большое. На личном приеме, наверное, этот вопрос можно рассмотреть, да, Наталья Геннадьевич? Да, да, да. Спасибо. Еще раз, пожалуйста. Столько проблем у вас, ой-ой-ой, ну, наверное, это будет все решено. Как насчет лезть здесь слева и справа ко дворцу? Когда будет сделанной? Ну, я вам хочу сказать, что на самом деле это головная боль. Это головная боль и моя, как главы района, и Светлана Владимировна, как главы города, и работников администрации, именно дворца, я хочу сказать. Мы на сегодняшний день совместно с правительством и с нашим куратором Авдеевым Максимом Александровичем, он эту проблему знает. То есть мы сегодня думаем, как, откуда, чтобы пошло финансирование, потому что, ну, я вам могу сказать, что здесь цена вопроса не один миллион, чтобы вы понимали. Поэтому нужно думать, как, куда нам войти и что. То есть это есть понимание, но мы сейчас ищем путь, откуда это финансирование может пойти. Это проблема на самом деле, серьезная проблема. То есть сегодня, если вот мы немножко здесь что-то еще поремонтировали, то снаружи, вы видите, это уже, ну, на дворец становится не похоже. Я это прекрасно понимаю. Это лицо, наше с вами, здесь мы отдыхаем и так далее. Культура должна начинаться с культуры, я тоже это понимаю. Поэтому, ну, дайте немножко времени, чтобы мы в этом направлении поработали и посмотрели, откуда может пойти финансирование. Работа вам в этом направлении. Спасибо. Еще вопрос. Уважаемый Толий Геннадьевич, от имени Верни-Волжского бассейного водного управления и от нашего учреждения Управления эксплуатации Углического водохранилища хочу поблагодарить вас и администрацию Углического муниципального района за оказание и проведение марафона «Чистая Волга» 15 мая за высокую организацию. Спасибо. Совместного работы. Уважаемые коллеги, я думаю, что мы будем подводить итог сегодняшнего отчета. Пожалуйста, здесь еще один вопрос, последний, и мы заканчиваем с вопросом. Анатолий Геннадьевич, мы вас благодарим за... Ну давайте вы уже в благодарности потом, давайте мы... Вы все меня поблагодарили. Вы можете нам предоставлять инвалидам транспорт каждый раз на игру КВН. Ну вы у нас молодцы такие известные, не только в нашем районе, но и за пределами. Молодцы, спасибо. Уважаемые коллеги, на этом я подвожу итог обсуждения доклада и предлагаю для депутатов следующее решение. Первое. Утвердить и принять к сведению предлагаемый отчет главы Углического муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администрации Углического муниципального района за 2018 год. Второе. Оценить итоги социально-экономического развития Углического муниципального района за 2018 год как положительные. И признать работу главы Углического муниципального района Курица Анатолия Геннадьевича и администрации Углического муниципального района за указанный лишь период удовлетворительный. Опубликовать настоящее решение в Углической газете и разместить его на официальном сайте Углического муниципального района. У депутатов есть какие-то замечания по данному решению? Нет. Кто за данное решение? Прошу депутатов проголосовать. Спасибо. Кто против? Воздержался единогласно. Спасибо. Уважаемые коллеги, отчет главы Убличского муниципального района подошел к концу. Заседание также заканчено. Спасибо вам за участие, спасибо за активную работу. Всего доброго, до следующих встреч. Спасибо Убличанову.